Стук американских каблуков по-французски. Танцоры степа и джаз-музыканты представили в Хабаровске свою вариацию на классику американской чечетки. Пять лет назад интернациональная команда французов и швейцарцев создала степ-джаз-театр. В него принимают только тех, кто способен отстукивать ритм 25 ударов в секунду и не боится импровизировать. В Краевой филармонии необычный концерт собрал аншлаг. Ханна Рожковская провела день в стремительном ритме чечетки. Ловкость, ног и никакого мошенничества. С утра пораньше золотые пятки французов не отбивают ритм по дубовому полу, а шаркают по колено в сугробе. Маркус и Беатрис отправились изучать особенности национальной рыбалки. Вызвался помочь французским щеголям рыбак Степаныч и его морозоустойчивая дворняжка Улька. Я взял фото. Вы сейчас берите вот это фото потихоньку. Перепогодится на плохую погоду. Тонкости русской зимней забавы, изнеженные танцевальные души, изучают под аккомпанемент крепкого нецензурного словца. Степаныч виртуозно изъясняется на непечатном русском. Французские чечеточники не знают даже печатного. Дипломатические переговоры канули в мутной воде. Во французское ведро не нырнула ни одна золотая рыбка. Осенью, когда морзом замерзнет только. Вот тогда ловится. Хорошо. А сейчас морозы вот стояли сильные, рыба встала. Уснула что ли? Стоит, отдыхает. Спасибо. Пожалуйста. Настоящую золотую рыбку виртуозы ног поймали лет пять назад. В крошечной Швейцарии танцор Лоран Бертолотти подумал, что золотые монеты могут стремительно лететь из-под ног в бешеном ритме степа. Сам-то он занимался балетом, а потом попал на уроки одного известного американца-чечеточника. Правда, шаблонная классика жанра для шустрого Лорана была слишком скучна. Я стал бить степ, когда мне было лет двенадцать. Дома слушал джаз и бил чечетку. Потом понял, что я хочу создать новый стиль. Возможно, американцам он покажется кощунственным. Месье Бертолотти решил, что степ может отстукивать все джазовые стили и при этом не гнушаться балетными по этой шестерке степ изгоев неважно. Ноги пьют по асфальту или руки по щекам и бутылкам. Американцы-чечеточника, который посягнул на классику жанра, дружно затопали башмаками с железными подковами. А вот европейцы попали в неправильный ритм импровизации, такой, что не выдерживают даже твердые подушвы. 25 ударов в секунду. Эти туфли отбивают ритм уже три года. Еще точно отработают года два. Специально под мою ногу их делает мастер в Америке. Бить чечетку на сцене для этой компании нонсенс. В Швейцарии или Франции нет ни единого помещения, где можно отстукивать степ. Для стремительной музыки ног идеально подходит асфальт. Потому концерт в Хабаровской филармонии для чечеточников был абсолютной импровизацией. Кстати, самые быстрые ноги принадлежат чечеточнику Майклу Флейтли. Он способен производить 40 ударов в секунду. Смотрите далее в программе. Продолжение следует...